Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем говорить о празднике Благовещения. Евангельское чтение об этом празднике – это Евангелие от Луки, 1 глава с 26 по 38 стих. И это чтение начинается словами «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет». Шестой же месяц имеется в виду, шестой месяц от зачатия Иоанна Крестителя. Итак, Божий ангел, архангел Гавриил посылается к смиренной деве из Назарета в Галилейский город, называемый Назарет. И мы читаем далее «К деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария». Сразу возникает вопрос, а почему дева, от которой имел намерение родиться Сын Божий, была уже обручена. Святые отцы, отвечая на этот вопрос, говорят, что это было сделано для того, чтобы до времени скрыть от дьявола именно ту деву, через которую имел намерение родиться Сын Божий. Дьявол не является вездесущим, всеведущим. Как любое творение Божие, он имеет свое положение во времени и в пространстве. И нет необходимости приписывать ему свойства Бога, что якобы он все знает и все может. На самом деле это не так. Господь всегда полагает предел силам зла, который этот предел, прийти они никак не могут. Далее мы читаем «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная Господь, с тобою». Итак, здесь мы видим радостное архангельское приветствие смиренной девы из Назарета. Церковное предание учит нас тому, что Дева была обручена Иосифу еще и по той причине, что Иосиф должен был оберегать ее девство, так как она дала обет Богу сохранять свое девство. И сейчас мы в этом убедимся из самого данного текста. Итак, Божий ангел приветствует ее словами «Радуйся, благодатная, то есть благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Надо сказать, что каждая еврейская дева мечтала стать матерью Мессии, Христа Мещаха. И еврейские девы оплакивали свое девство, именно понимая, что они не сподобятся стать матерью Мессиаха. И мечта, конечно, у всех этих дев была, но только та дева, которая, скорее всего, не мечтала ничего подобного о себе, она сподобилась этой милости небес. Казалось бы, дева Мария должна была от радости возвеселиться от радости этого архангельского благоествования. Однако, услышав слова «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», «Благословенна ты между женами», то есть избрана из всех, ее реакция другая. «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие». Почему она размышляет? Потому что, когда архангел Божий говорит, что она благословена между женами, то есть предпочина из всех жен, так как она смиренная, великое смущение обхватывает ее сердце. И она размышляла, чтобы это было за приветствие. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Казалось бы, если такими словами она теперь посвящена в тайну благовещения, что от нее должен родиться Мессия Христос, Сын Божий, она должна испытать восторг, но она думает об обете своего девства. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю, то есть она оберегает свое девство и не хочет нарушить этого обета. Если бы ее брак с Иосифом предполагал бы какие-то отношения, то она бы не удивилась и не задавала бы такого вопроса. Но она его задает этот вопрос, потому что ее отношения с Иосифом не предполагали никакой плотской близости, и он должен был оберегать ее девство. Как известно из церковного предания и отчасти из Писания, Иосиф был вдовцом, у которого были дети, которые называются в Евангелиях братья и сестры Иисуса Христа. Итак, Мария спрашивает, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ. Ангел успокаивает ее и объясняет, что ее девство никак не будет нарушено. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемый Святой наречется Сыном Божиим». Теперь она посвящена в тайну непорочного зачатия от нее Христа Спасителя, и чтобы укрепить ее в вере, ангел предлагает ей некое знамение и говорит, «Вот и Лисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, это о чем мы говорили выше, шестой же месяц послан был ангел Гавриил, то есть шестой месяц от зачатия Иоанна Крестителя». Здесь мы видим, что праведная Лисавета называлась неплодною. Тогда это было поношение бесчастства, и таких людей, которые не имели детей, подозревали в каких-то тайных грехах. «Вот и Лисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Итак, он подкрепляет сердце Марии вот этим знамением. Выше он объясняет ей, что ее девство будет сохранено. И что же Мария ответит на это ангельское благовещение? На самом деле ответ Марии – это не только ответ Марии. Мария отвечает как бы от лица всего человечества, «Способно ли человечество соединиться с Сыном Божиим и стать нераздельным, неизменным и неразлучным в общении с Ним?» Она говорит как представительница женского пола, и мы помним, что через нашу праматерь Еву первую женщину, духовный свет угас в этом мире, а теперь через Деву Марию он должен воссиять в этом мире. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня». Она смиряется. «Да будет мне по слову Твоему». Она говорит «мне», имея в виду и нас, всех людей, живущих на земле, потому что после того, как в ее чреве блаженном происходит соединение божественного и человеческого, земного и небесного, с этого момента мы все становимся, по определению Григория Низского, сателесниками Бога. Ибо Сын Божий по божеству, единосущный Богу Отцу, с этого момента по своему человечеству будет единосущен каждому человеку, живущему на земле. Поэтому ответ Марии – это ответ всего человеческого рода в лице смиренной Девы из Назарета. Она отвечает за нас и за себя. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел». То есть совершилась тайна встречи Бога с человечеством в Богочеловечестве Христа и Иисуса в зачатии от Духа Святаго при Святой Девы Марии. Поистине этот праздник – праздник соединения неба с землею, Бога с человеками. И это великое, беспрекословное благочестие тайна, как ее называет апостол Павел, совершается в сердце смиренной Девы Марии. Ибо прежде всего она срастворила эти слова ангела верою в свое сердце и обрела в очреве своем Богочеловечество Христа Иисуса. Таким образом, Дева Мария, во-первых, является первой пережившей приятие в себя Духа Святаго, то есть ее Пятидесятница происходит в День Благовещения, и первой причастницей Богочеловечества Христа Иисуса. И в этот день вместе с Архангелом Гавриилом мы сыновьей преданностью восклицаем. Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобой! С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok